хочу предоставить вашему вниманию фонарик фирмы феникс тк 25 rnb version этот фонарик содержит себе красный синий светодиоды и 2 белых в сумме которая образует мощность 1000 люмен вот так вот выглядит эта коробочка обзора на этот фонарик в интернете уже есть поэтому я не думаю что своим обзором я принесу что-то новое вот покажу сейчас медленно упаковочку эту здесь вот хорошо указана характеристика тех светодиодов которые здесь находятся как вот мы видим в турбо режиме два белых выдают 1000 люмен красный в мощном режиме 150 люмен слабым 25 и синий 60 люмен и функция стробоскоп есть который выдает мощность в 1000 люмен вот тут вот диаграмма показано в комплекте мы имеем чехол потом темляк потом уплотнительное колечко потом клипса инструкция и гарантийная карточка все произведено конечно же в китае здесь вот мы даже можем почитать шинджей говоря страна производитель этого фонарика я не знаю вернее не страна именно где находится главного офиса к сожалению не знаю вот ну можно почитать будет здесь вот ну сейчас давайте посмотрим что находится внутри этой коробки коробочка сделано очень добротно хотя если честно это не самое важное самое важное чтобы был хорошо сделан фонарик вот ну и давайте посмотрим что внутри внутри был пластиковый блистер в котором лежали вот такие вот информационные буклеты как принципе неудивительно гарантийная карточка на китайском на английском она по идее должна была быть заполнена но это все наверное оставляя там даже видите на русском языке есть но это все как бы оставляет он производитель на совести либо обязанностях продавца вот гарантия на этот фонарик 5 лет гарантия на фонарик 5 лет ну вот и то о чем я читал тут вот пакетики лежит темляк потом вот это вот лообразное кольцо уплотнительное дополнительных кнопок нету как вот обычно вкладывают в некоторые наборы вот но потом клипсы то есть как по мне то она полностью не нужна вот хотя в принципе тем кто любит засовывать фонарик в карманы вот хотя я считаю что она не сильно надежная и может вылететь хотя вот тут можно подогнуть и немного потом лежит такой вот буклетик в наборе с характеристиками других фонарей кому интересно вот ну и вот тут такой вот гарантийный талон который проставлен магазином вот ну сейчас перейдем к самому важному к фонарику упаковка чехол вернее сыт довольно таки неплохо вот хорошо прошиты вот у меня с моим фонариком армитек была проблема то что липучка была плохо прошита хотя это вроде бы хорошо прошита я думаю относить в отелье для того чтобы его перепрошили не нужно будет вот ну и как бы вот сам фонарик как вот мы тут видим два белых светодиода в предыдущих видеороликах не предыдущих вернее а в видеороликах которые я нашел в интернете автор одного из видео говорил что светодиоды они плохо отцентрованы в принципе да это правда вот мы видим как вот первый верхний и нижний немножко уходит в бок ну в принципе этот фонарик поскольку нельзя относить категории дальнобойных фонарей вот поэтому ожидать от него какой-то огромной дальности не стоит но в принципе как вот производитель заявляет 225 метров если я не ошибаюсь на белых светодиодах вы сможете увидеть фонарик выполнен как всегда из анодированного алюминия все довольно хорошо вот тут вот можно обратить внимание находится буковка си что означает color цветной ну вот тут такая вот отметочка в данном случае сейчас стоит на белых светодиодах white вот ну и прокручиванием головы принципе одной рукой это тяжело сделать вот мы видим как движется головка и переключаем позицию цветных сверху стоит красный светодиод снизу стоит синий светодиод марки светодиодов наизусть я не помню вот кому будет интересно можете посмотреть в интернете вот но как бы светодиоды стоят здесь почему-то не самые мощные на мой взгляд они могли бы поставить гораздо мощнее потому что фонарики фирмы армитек у них стоит насколько мне память не изменяет светодиод красного света мощностью порядком 250 люмен здесь конечно они могли поставить мощнее вот не знаю почему вот если бы я был производителем конечно поставил бы помощнее видим они наверное исходили из того чтобы ресурс аккумулятора расходовался гораздо дольше вот но я считаю что в принципе не помешало бы изготовить такой фонарик который содержал бы себе а там около пяти светодиодов вот просто поставить таких вот 5 отражателей вот и поставить помощнее светодиоды фирмы там кри либо какой-то либо кого-то другого производителя вот ну и включается этот фонарик нажатием вот на вот эту кнопочку вот мы тут видим включается красный цвет а потом сниму видео в принципе красный светодиод светит довольно таки далеко вот но потом переключением на вот этот вторую меньшую кнопочку мы переключаем режимы чуть слабее и с нажатием третьим мы переходим активируем светодиод синего свечения вот потом снова жмем переходит в красный самый мощный потом в средний красный потом в синий опять таки же повторюсь синий светодиод здесь мощностью 60 люмен на мой взгляд могли поставить мощнее но как они там пишут он восемь или шесть часов будет работать вот ну и потом проворачиваем голову вот она конечно ее одной рукой крайне сложно перекрутить в принципе фонарик можно не выключать вы просто прокручиваете вот он активирует два белых светодиода его переключаем этим вот эта мощность в 1000 люмен принципе на видео светить наверно смысла большого нету помещение потом следующий ролик сделаю на улице после выключения фонарика и зажатием вот этой вот маленькой кнопочки мы активируем режим стробоскопа опять таки снова повторюсь в моем видео обзоре нет ничего нового чтобы отличалась вот он очень простой вот просто я постараюсь во втором видео снять как светит фонарик в темноте вот хотя опять таки же видео в интернете и тубе достаточно вот но можно будет вот еще сделать один видеоролик стекло здесь как вот мы видим по блику она просветленная довольно таки толстая фонарик выполнен очень аккуратно вот ну его в своем втором видео я покажу как он светит ночью всем спасибо большое за просмотр вот кому понравится смотрите продолжение